Здравствуйте, дорогие зрители. Итак, мы хотим рассказать вам последние новости со съемочных площадок Аргентины, Мексики и США. Начнем с Аргентины. Там жизнь бьет ключом, и не только по голове. Триумфатором недели стала Нати Арена. Во-первых, сериал Сламенто Вос к финалу вновь набрал приличный рейтинг – 16,8 пунктов. Было дело, падал этот самый рейтинг до 12 пунктов, но команда не унывала и продолжала работать. И не последняя заслуга в этом у Нати. Во-вторых, наша Муньека Браво получила один из самых престижных призов в Аргентине, как лучшая актриса. Он называется Кондор де Плата. Его вручает Ассоциация журналистов, пишущих о кино. И получила его Нати за роли в инфансе Кландистина и Вакулда. В-третьих, в Польше вновь показывают сериал Муньека Браво, известный у нас под названием «Дикий ангел». Вот так вот Арейра рулит. В сериале «Форсанты с переменой» убили героя Бенемина Викуни, поклонники героев Траури. Даже Нати Арейра и Факунда Арана решили начать кампанию за то, чтобы Викуни остался до конца сериала. Не помогло. Создатели новеллы решили, что ему необходимо умереть. А вместо него в сериале появляется герой, которого играет Гильермо Фенинг. Зрители восприняли его появление не очень радостно и даже начали критическую кампанию в Твиттере. Честно говоря, не совсем ясно, а зачем все это затевалось. Саламент Воз сменит новый продукт канала Полка. А новеллу называется «Мисс Амигос Ди Сьемпре» и играет там Гонсало Иредия, Николас Кабре и Уго Васкес. В этом сериале примут участие Асвальдо Лапорт и Солидат Сильвера. Это просто праздник какой-то для поклонников этой замечательной пары. Да и остальные актеры хороши. Телефе начинает съемки нового сериала с Хаакином Фуриэлем, Лусианом Кастро, Лусианом Кассером и Петтом Маннахимом. Ждем с результатов. Получится ли у Телефе побороться с каналом Тресса или опять рейтинги не зададутся. Начался сериал «Такси», «Амурос», «Крусадос» на Телефе. В главных ролях Габриэль Карада и Кэтрин Фуллоп. Время, правда, не очень – 3.30 дня. Но надеемся, что Габриэль Карада привлечет зрительниц, а Кэтрин – зрителей. Для своих лет они удивительно хорошо выглядят. И не только выглядят, но и играют отлично. Начались съемки новеллы «Рута де Амур» с Карины Сампинни и Себастьяном Эстебанесом. Авторы надеются повторить успех «Дулся Амур», где эта пара играла главные роли. А теперь мы отправляемся в Мексику и скажем пару слов про рейтинги. Новелла Латописта таки спела свою «Лебединую песню». Титаническим усилием добились рейтингов 20 пунктов. И все. И спустила дух. Уильям Леви сейчас раздает интервью и говорит, что хочет покинуть новеллу, ну, хотя бы на время. У него якобы есть роли в Голливуде. Да-да. Слышали уже. Неоднократно. Поиграется в голливудскую знаменитость пару месяцев и опять на телевизу. Новелла, которая сменила Латопистат на экране, называется «Локеловида Мэроба». И рейтинг первой серии ровно 20 пунктов. Не густо. Несмотря на помпу во время презентации и захлебывающиеся интервью исполнителей главных ролей. Посмотрим, что будет дальше. Это чистой воды лотерея. Любовь зрителей неисповедима. Карлос Морено тоже не особенно счастлив. Его новая новелла с Крисом Далафуэнто в главной роли имеет рейтинги около 16,5 пунктов. И это при условии, что его предыдущая новелла «Амур Бравио» имела рейтинги первых серий 22,3 пункта. Ацтека так и не смогла добиться более-менее приемлемых цифр. Ну никак, хоть и шкуры вылезем. Невезуха глобальна. Может быть, поэтому они планируют новеллу про стриптизеров, где главной роли будет Эдит Гонсалес. Только не говорите, что она будет раздеваться и скакать у шеста. Хотя рейтинг может стремительно подскочить. Не каждый согласится пропустить такое зрелище. А может быть, она будет солидной и состоятельной дамой, которая полюбила стриптизеров? Телемунда показала первые фото со съемок новеллу «Лаймпастора». Кристиан Бач и Себастьян Зурита играют мать и сына. Им это будет совсем нетрудно. Они и так – мама и сын. Главное – не увлекаться и не устраивать семейных разборок прямо на площадке. И последняя новость на сегодня. Начинается новая развлекательная программа на Телемунда под названием «Суэлта Ла Сопа». Ведущих там будет много. Но про двоих хотелось бы сказать особо. Хуан Мануэль Кортес вел программу «Конфессионис Динавелла», где всякие второразрядные персонажи новельного мира сплетничали про грандов. Программа, которая была заявлена как самая, а самая долго не протянула. Перебрали всех более-менее известных актеров, оттоптались на самых ярких из них и хватит. Пора в утиль. Посмотрим, что будет сейчас. Тем более, что вторая ведущая будет такая, что скандалы зрителям обеспечены. Каролина Сандавали по прозвищу Вененоса, то есть Ядовида, мастер в этом деле. Устраивает разборки на пустом месте. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал и до свидания. Продолжение следует...